Молодым везде у нас дорога. Проблема безработицы касается разных слоев населения, но для молодежи эта тема особенно чувствительная. Ежегодная доля трудоустроенных выпускников в Осетии не превышает 50%, в то время как в целом по России 75%. Согласно отчету Комитета занятости населения республики, причин у этого явления несколько. Несоответствие потребностей рынка и профессиональной подготовки специалистов, неналаженная система распределения выпускников вузов по специальности и отсутствие подтвержденного трудового стажа по специальности. Тут важно учесть и психологический фактор, завышенное ожидание молодежи от работодателей и недостаточная мотивация к трудовой деятельности и одновременно опасения самих работодателей, которые не рискуют нанимать новичков и хотят получать уже готовых специалистов. Сегодня в эфире важного вопроса мы поговорим о том, насколько решаема эта проблема занятости молодежи и какие есть пути решения. В студии Жанна Бероева, генеральный директор Центра СОМ и Александр Полковой, заведующий кафедрой прикладной геологии СК ГМИ. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Вот такую актуальную проблему мы затронули и сегодня порассуждаем на эту тему. И я хотела бы адресовать первый вопрос, Александр Петрович, к вам, так как вы работаете в образовании, работаете со студентами. И очень большое значение сейчас имеет правильно выбранная специализация. То есть есть специальности, куда массово идут поступать, но есть, которые менее востребованы, тем не менее рынок запрашивает. Вот в частности ваши студенты, как нам известно, очень успешно трудоустраиваются, находят работу и в республике, и за ее пределами. Вот как так получается, за счет чего? Ну, в общем-то, в республике не так много устраивается наших выпускников, потому что наша специальность прикладная геология, а в настоящее время у нас, в общем-то, горнодобывающая отрасль в виде там только там кавдаломита, каких-то карьеров, значит, с небольшой производительностью. И специалисты здесь не очень востребуют. Но все наши выпускники, кто хочет работать по специальности, они все находят себе работу. Причем, значит, очень успешно работают. И я могу, значит, вам объяснить, почему. Потому что, в общем-то, в образовании есть две составляющих. Одна — получение знаний, а вторая — воспитание. Понимаете, значит, конкурентное преимущество наших выпускников — то, что они правильно воспитаны. Ну, это, во-первых, менталитет Северной Осетии, который здесь, в общем-то, отличается таким уважением к старшим, уважением друг к другу. Вот это все, значит, у них с молоком матери, значит, впитано. А знания, в принципе, они сейчас устаревают очень быстро. То есть даже если мы их будем, значит, эти знания им в голову эти вбивать, через пять лет после того, как они закончат учиться, эти знания, значит, уже устареют. И поэтому мы их учим, значит, не зубрить, а, значит, ориентироваться в этом мире, где они могут получить свои знания через интернет, через, там, библиотечную систему и так далее. Что искать, как искать и как это использовать. То есть получается важнее умение учиться, чем реально полученные какие-то... Совершенно верно. Умение учиться. И многим другим компетенциям. Например, вот умение, значит, работать в команде. Это очень важный аспект. Но разве вот эти моменты, они в высшей школе предусмотрены? Обязательно. У нас есть практика для студентов после второго курса, значит, геологическая, геолого-съемочная практика. Наши студенты месяц живут в палатках, сами себя готовят, общаются, значит, круглые сутки между собой, значит, побригадно делают, значит, отчеты, ну, ходят в маршруты, получают профессиональные, значит, навыки. И вот эта вот работа в команде прекрасно получается. То есть они готовы к этому. Потом они едут на производственные практики. Значит, на производственных практиках наши студенты всегда работают на рабочих местах. То есть получают зарплату? Получают зарплату. Они, значит, получают эти навыки профессиональной работы, потому что специфика такая широкая в прикладной геологии. Здесь можно заниматься и рудными там месторождениями, на рудниках наши студенты проходят. Можно, значит, заниматься там поисками, значит, воды для питья. Это по всей России, это востребовано. Это, значит, инженерное завискание, обоснование строительства, тоже очень важная отрасль, которую наши студенты, значит, успешно себя реализуют. Поэтому, в общем-то, ну, существует такое мнение, что якобы сейчас высшая школа, она отстает там. Но я вам могу сказать ничего подобного. Значит, мы не отстаем. Мы держимся на уровне. Может быть, у нас каких-то, значит, современных там приборов, лабораторных исследований не хватает. Но в геологии очень важен, значит, знакомство с тем опытом, который наработан. У нас коллекции горных пород, руда, каменелостей, значит, собирались в течение уже 75 лет. Сколько специально существует. Со всей России, бывшего Советского Союза, со всего мира есть образцы. То есть мы учим студентов не на словах, а показываем, давая им это пощупать, самим определить и, значит, получить такие знания. А те вот современные веяния, значит, они тоже нами удачно, значит, подхватываются. Ну, я могу такой пример привести. И сейчас, как и во всех других сферах, значит, хозяйственной деятельности, экономики, внедряются цифровые технологии, так называемые. Это, значит, в медицине сейчас есть, то есть как диагностика на компьютере, скажем. Но вы понимаете, что, в общем-то, ни один айтишник эту диагностику сделать не сможет. Там нужен специалист, медик, то есть врач. Точно так же и в геологии. Горно-геологические системы есть такие, или ГИСы их, географические информационные системы назвать. Они сейчас очень широко применяются. То есть не нужно рисовать карту на бумаге. Ее можно, значит, создать с помощью компьютерной программы. Но, опять же, ее может сделать только специалист, который понимает, что он должен получить, что он должен сделать. А это инструмент, который помогает ему чертить. То есть это, ну, типа принтер вот вам печатает, но он печатает то, что вы заложите. Да, ну, то есть вы говорите о том, что специалисту нужны какие-то дополнительные навыки, какие-то компетенции еще, помимо того, что он проходит в ВУЗе. Ну, помимо того, что проходит, естественно. Значит, что я хочу сказать, что кроме, значит, уверенного владения компьютером, это не значит, что надо быть специалистом там в сетевом каком-то там программировании. Надо просто грамотно использовать те программы, которые помогают ему реализовать свою профессиональную, значит, деятельность. Например, вот мы уже четыре года назад начали сотрудничать с компанией Micromine, австралийская компания, которая создала очень хорошую информационную, значит, горно-геологическую систему. Значит, это сотрудничество привело к тому, что они нам, значит, купили класс компьютерный, поставили свою программу. Генеральный директор Грэм Стюарт из Австралии приехал на открытие этого класса. С большим удовольствием ознакомился с нашей республикой, с нашими студентами. И мы сейчас имеем возможность выдавать, значит, сертификаты международного образца, значит, прошедшему, значит, базовый курс Micromine. А эта программа сейчас применяется на всех передовых предприятиях, значит, России, в том числе в Норильске, значит, в Дальнегорске она внедряется. Ну, практически 60% этих горных, значит, геологических программ – это Micromine. Наши студенты выходят со знанием этой программы. У них конкурентное преимущество второе еще плюс. Существенный плюс и для, в том числе, для имиджа нашего региона, и для экономики региона. Жанна Юрьевна, к вам вопрос. Вы работаете в большом коллективе, и скажите, вот вы как работодатель, как относитесь вот к таким нестреленным новичкам, скажем так, и в целом, как ваши коллеги, вот вы общаетесь в бизнес-сообществе, как коллеги к этому относятся, насколько сейчас готовы брать на работу действительно таких вот неопытных еще, и какие со стороны работодателя могут быть требования к молодому человеку, какими навыками он действительно должен обладать. Вот Александр Петрович говорит, что самое главное – это умение учиться. А вот вы что выделите? Ну, знаете, я вот с этим полностью согласна, потому что я вот сейчас сидела, слушала и пыталась вспомнить, вот 25 лет те, что я занимаюсь бизнесом, сколько раз и на чей диплом мы обратили внимание. То есть вот правильно было сказано, что на сегодняшний день происходит информационная революция, и в этой революции очень сложно опираться на какие-то базовые знания, которые ты получил сегодня. То есть уже знания сегодняшние завтра будут неактуальны. И поэтому работодатель в первую очередь на сегодняшний день обращает не на диплом, не на оценки, какие получил, а около четырех, по-моему, мы вот смотрим компетенции. Насколько человек обучаем, насколько у него живой ум, потому что сейчас, может, вы слышали, уже очень популярно – это вот эмоциональный интеллект. Да, абсолютно. Потому что если нет живого креативного ума, то на базе мышления клерка, в принципе, в бизнесе очень сложно двигаться вперед. Один из первых, по-моему, у нас сейчас факторов, вот профиль компетенции – это гибкость. И готовность к изменениям. Потому что все те люди, с кем мы расстались вот в ходе работы, как правило, ломались именно на том, что не было вот этой готовности к изменениям. То есть бизнес меняется, рынок меняется, конкурентная среда меняется, а люди остаются вот в этих шаблонах, в каком-то консерватизме, и это всегда очень опасно. Поэтому, когда мы видим живые глаза, то, в принципе, нам даже не очень нужен опыт работы человека, потому что даже чаще всего он может вредить, потому что вот то, чему учили, или то, в чем работал, может в нашей компании на текущий момент быть вообще неактуально. Но мы пошли другим путем. У нас огромная своя учебная база. То есть у нас, прежде чем человека ввести вот в должность, то есть практически месяц, у нас огромная библиотека, это записи вебинаров, записи семинаров, причем именно такого федерального уровня, причем у нас есть большие по каждой должности учебные планы, которые состоят, по-моему, из 20 или 30 пунктов. То есть это системная работа, которая очень хорошо поставлена. Я понимаю, что без нее внедрить и минимизировать ошибки нового специалиста практически невозможно. И поэтому на сегодняшний день у нас это просто технологический процесс, который очень четко отлажен. Ну, может быть, еще там 2-3 должности, где мы не довели это до совершенства, а так это дорожные карты, которые расписаны в серии регламент, где человек каждый шаг понимает, что он должен делать. Поэтому вот я бы к чему обращаюсь, к высшей школе и к средней школе. Самое главное – не потушите взгляд ребенка. Не потушите, потому что вот меня сейчас очень беспокоит, вот эти все знают ЕГЭ, огромный пласт информации, который должен ребенок знать. По сути, у него это вызывает какое-то негативное восприятие образования. И он внутренне скрытый саботаж проходит. Даже если он наберется какой-то информации на моторной памяти, а внутри у него вот непринятие всего. И поэтому иногда вот удел отличников или вот этих, он достаточно вот на жизненном пути не очень хорош, потому что они перегружены информационными какими-то знаниями, которые креативность ума притупляют. Поэтому вот иногда, да, вот в бизнесе, по крайней мере, это очень часто бывает, что троечники, посредственные такие, да, школьники и студенты потом выстреливают так и очень большого успеха добиваются. Поэтому вот у меня такое видение на систему образования и на высшую школу. Ну, суть в том, что мы не призываем, да, учиться на тройке, а скорее, наверное, почему это троечникам дается? Потому что привыкли выходить из положения, из какой-то сложной ситуации находить решение. Ну, вот тоже было сказано очень правильно, что у троечника, наверное, есть способность грамотной коммуникации. Потому что если ты не умеешь правильно коммуницировать, если ты не человек команды, то тоже очень большие... Вот сколько у нас было попыток, как только вот цепочка командная не находит общий язык, то результат будет плачевный. Даже вот, как говорится, не надо ходить в гадалки, это всегда так. Поэтому вот эта способность тоже очень важна. Потому что мнения разные, и очень часто это может сводиться к переходу на личности. А вот когда человек умеет чувствовать эту грань, что это вопрос профессиональный, и здесь надо отстаивать свою точку зрения, при этом не обижая человека, не задевая его какие-то личные качества. Я вот помню, это Хакамада, по-моему, говорила, что главная беда России – это неумение коммуницировать. Потому что весь мир, я не знаю, со школы или высшей школы, они уже к этому бывают готовы. А у нас вот очень много и проектов, и бизнесов разваливалось только на том, что люди не умеют договариваться. И вот если бы и школа, и высшее учебное заведение тоже в этом направлении обращали внимание, то было бы, мне кажется, чудесно. Знаете, я еще на что хочу обратить внимание? Вот экономику, конечно, нельзя рассматривать общими схемами. То есть любой хозяйственный субъект, он, в принципе, делает экономику региона или страны. Но вот проблемы этих хозяйственных субъектов, ну вот, например, нашего бизнеса, они в том, что нет кадров. То есть есть очень много проектов, которые рассыпаются только потому, что нет вот людей, которые будут с драйвом заниматься этой проблемой. А какие это кадры на сегодняшний день, которых не хватает? Вот на сегодняшний день у нас большая проблема в республике с логистами. То есть найти профессионала в логистический сервис – это сложно. То есть это на уровне каких-то обывательских знаний, которые на сегодняшний день уже не актуальны. То есть Япония вообще не держит складов. Если там идет стройка, то у них настолько логистика рассчитана, что ровно в тот момент, когда заканчивается там последний кирпич, они подвозят следующее. А у нас вот этот логистический сервис немного отстает. Поэтому логисты очень востребованы. Вот недавно я смотрела передачу, и меня поразило, что в течение часа в стране можно устроить около 10 тысяч программистов. Да, то есть настолько это востребованы, это достаточно высокооплачиваемые специалисты. Поэтому я думаю, что это профессия будущего. Может, вы слышали, что, допустим, для того, чтобы реализовать проект беспилотного автомобиля, всего три года надо. И эта огромная армия будет неработающих профессиональных водителей. Единый вот этот электронный документ оборот, он тоже упраздняет должность многих бухгалтеров. То есть работа клерков уходит. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы ребенок вот чуть-чуть понимал реалии 21 века, куда движется цивилизация и мир, и ориентировал себя в эти профессии. Потому что, понимаете, вот я считаю, беда зашуренность многих родителей, которые считают, что республике нужны юристы, экономисты и кто-то еще, кто-то, да? То есть такие, ну, эти профессии 20 века, они уже на сегодняшний день становятся не так востребованы. А будущих профессий, которые помогут ребенку стать счастливым, потому что если ты реализовался в профессии, то, скорее всего, ты создашь счастливую семью, и у тебя будет счастливое потомство. А если ты в профессии или в чем-то не реализовался, то вот очень под большим вопросом, что все остальное в жизни сложится. И надежда там на финансовую подушку родителей, да, вот многие сейчас рассуждают так, что, допустим, если будет рыба, то удочка ребенку не нужна. Ну, я считаю, что это неправильная философия. Обязательно мы должны и родители, и высшая школа, и средняя школа вот дать детям эти удочки. Иначе, иначе, ну вот, не знаю, для меня очень важно, чтобы ребенок был счастлив. Поэтому вот с такой точки зрения я и как работодатель на все это смотрю, и вот вижу в целом проблему. Александр Петрович, вы что скажете по поводу экономистов и юристов? У вас есть на этот счет свое видение, как я понимаю? Ну, я что хочу сказать, что любой специалист любой специальности, он обучается в том числе и вопросам правоведения, вопросам, значит, экономики, значит, он получает какую-то информацию. И когда он начинает работать, то он сталкивается с этими правовыми, значит, вопросами, с вопросами экономическими в ходе своей профессиональной деятельности. И естественно, что экономику строительства гораздо легче изучить специалисту-строителю. То есть он знает все нюансы. То есть экономист знает, как посчитать, а строитель знает, что надо посчитать. А понимаете? То есть тут не прорывается нить. Он проектирует здание, он закладывает туда определенные материалы, там определенные технологии, которые знают, что это дешевле, это более экономично там по теплоемкости и так далее. Тоже относится и к горным инженерам, к геологам, которых мы готовим. То есть месторождение делает не геолог, а экономист. То есть это скопление, значит, каких-то полезных ископаемых, которые экономически целесообразно отрабатывать. Поэтому на всех стадиях поисков, оценки, разведки месторождений делается оценка в деньгах. Естественно, приходится все эти экономические нюансы учитывать и делать. И когда человек нарабатывает этот опыт, он становится, значит, таким очень высококвалифицированным экономистом, но в своей, значит, узкой профессиональной области. Он не может там в финансы лезть, там в банковские, этих вещей он не знает. А вот свою специальность, свою экономическую, тоже касается юристов. То есть когда вот работает, значит, правовые основы, он знает, он знает, где посмотреть, что законы же тоже меняются постоянно, их знать наизусть вовсе не обязательно. Надо знать, где их посмотреть, что их сделать. А если ты специалист, то ты знаешь, что тебе надо. Ну вот сейчас тренд на дополнительное образование. Он уже и для работающих граждан, и для тех, кто еще учится. Даже в ГМИ есть факультет, где можно получить дополнительные какие-то образовательные программы. Ну да. Я не ошибаюсь? Конечно, есть. Да, да, да. И вот здесь важно тоже упомянуть, насколько бизнес-сообщество обращается к высшей школе, чтобы... То есть налажен ли контакт с конкретными запросами? Вот сегодня мы общаемся, Жанна Юрьевна говорит, нам не хватает таких-то специалистов. То есть нужен вот этот контакт. Вот, например, в вашем ВУЗе вот этот контакт не только на примере, может быть, вашего факультета, но и других. Ну, есть такой контакт. У нас есть кафедра Сбербанка, то есть которая под себя делает программы, ведут их специалисты. То есть они для себя готовят кадры уже. Причем это не чистые там экономисты, это экономисты там с каким-то уклоном. У нас, значит, есть, значит, такая вещь, как профессиональная переподготовка. То есть любого, значит, человека с высшим образованием можно там переподготовить на, значит, другую, значит, профессиональную деятельность. Потому что у него базовые основы, значит, есть. Значит, его, значит, в течение там 11 месяцев он обучается, там очно-заочная система и получает уже диплом о профессиональной переподготовке, который ему дает возможность в том числе, значит, устраиваться там профессиональная переподготовка юридическая. Пожалуйста, открываются все эти правоохранительные органы там и все. То есть этот диплом ему открывает эту дорогу. А если он там будет по своей первой специальности еще работать, там он, скажем, какой-то там айтишник, где-нибудь правоохранительных органов, прекрасно это. Дополнительное образование существенно расширяет его. Ну, еще хотел бы сказать, что дополнительно молодежи надо изучать язык, иностранный язык. Ну, конечно, английский, он более универсальный. Это открывает, очень сильно расширяет его перспективы трудоустройства. Потому что сейчас мир очень мобильный, мир очень такой коммуникативный. Значит, знание языка широко расширяет его этот круг. То, что в ВУЗе дают, это все хорошо. Но если он еще начнет разговаривать свободно, это вообще здорово. Ну, это даже странно, да? В 21 веке нам все еще приходится говорить о необходимости знаний иностранных языков. Даже вот выезжая за границу, можно убедиться, что большинство людей могут свободно изъясняться на том или ином уровне на английском языке. У россиян это реже встречается, к сожалению. Ну, вы понимаете, здесь чисто психологический тормоз. То есть преподают и в школе, и в ВУЗе достаточно хорошо. То есть практически любой, значит, человек с высшим образованием, он может читать, переводить текст. Но чтобы заговорить, нужно переступить эту черту. То есть нужно окунуться в среду. И ты заговоришь, это вопросов нет. Здесь вот нужны те самые коммуникативные навыки, о которых говорила Жанна Юрьевна. Совершенно верно. Нужно еще желание, понимание того, что это вам нужно. Чтобы нас всех не заменили роботы в ближайшем будущем, получается, нужно делать ставку на, как вы сказали, востребованные специальности и плюс на креативность. Хочется вот сказать, Жанна Юрьевна, вот вы как-то взаимодействуете? Вы говорите, что есть запрос на определенных специалистов. Вот у вас есть какой-то кадровый резерв. Вы взаимодействуете с высшей школой, с ВУЗами или с какими-то другими учебными заведениями, чтобы подпитывать коллектив свежей кровью? Знаете, вот пару дней назад была, по-моему, вторая Владикавказская, второй Владикавказский экономический форум в СОГУ, вот я тоже там выступала, была на секции, и как раз этот вопрос поднимали. И вот сейчас мы будем, скорее всего, уже готовить план мероприятий, как нам вот совместные какие-то проекты, чтобы ребята у нас практику проходили, чтобы они видели, как вообще организуются бизнеса, потому что очень много и стартапов же в голове у них может быть, но они не знают, как, допустим, организовать финансы, как считать этот бизнес-план, составлять. То есть вот будем в этом направлении, я думаю, что двигаться. А вот еще я хотела, знаете, что добавить? Вот сейчас мне пришло в голову пример. Вот у нас сотрудник, такой хрестоматийный случай, он был торговым представителем. То есть, ну, молодой парень пришел, вот я даже не знала, было ли у него, ну, скорее всего, было какое-то высшее образование. Проработав нашей компанией и получив вот те базовые знания, которые уже дали мы, он на сегодняшний момент является руководителем Ренессанс-банка, вот, города Владикавказ, я не помню точно, как его должность, но он вот курирует полностью все вот подразделения, которые в городе Владикавказе. Причем, был достаточно сложный отбор на эту должность, и у него не было ни одного дня опыта работы в банковской системе. И тем не менее, вот среди всех соискателей выбрали его, и причем это было, по-моему, даже в Москве их отбирали, и они были удивлены, откуда у него есть те знания, которые он показывал на собеседовании. Ну, он сказал, ну, сейчас без ложной такой скромности скажу, что у этой компании, скорее всего, большое будущее, раз она на таком уровне готовит специалистов. И это я вот к тому, что даже не имея опыта работы в банке, а туда было достаточно много соискателей, причем они имели за плечами и пять, и десять лет работы банковской. И вот, представляете, человек с улицы был принят на эту должность. Поэтому, вот, конечно, вот этот процесс и школа, и вуз, и вот переподготовка профессиональная, она дает шансы, но, ну, вот, это не стопроцентный все равно успех, я считаю. Ну, вот есть еще психологические моменты. То есть, молодой человек, заканчивая вуз, он рассчитывает на то, что у него будет какой-то стремительный карьерный рост, или его сразу примут на какую-то, ну, солидную, назовем ее так, должность, с определенной заработной платой, вполне определенной. И когда ожидания не оправдываются, то человек теряет веру в себя, в мир, то, что можно чего-то добиться и так далее. И это, конечно, еще и подкрепляется работодателями, которые действительно, ну, не все так социально-ответственно подходят и хотят, их можно понять, готовы специалисты, то есть не маются там с зеленым, нестреленным воробушком, а хочется уже готового, который все будет знать, все будет делать четко и выверенно. Вот, можно мне, да? Да, конечно. Вот смотрите, практически у нас, так, чтобы вот с улицы очень мало специалистов, в основном у нас мы растим свои кадры, то есть практически ребята приходят грузчиками, кладовщиками, менеджерами, и все те, которые становятся у нас уже в ряды топ-менеджеров, это все наши ребята, которые начинали с низов, и у них есть очень большое преимущество. Во-первых, у них парадигма в голове, что все в его силах, потому что, в принципе, если, допустим, ты пришел после вуза и пришел сразу на какую-то там должность, и у тебя не все получается, ты начинаешь себя оправдывать тем, что вот, наверное, здесь предвзятые отношения, наверное, еще что-то, то есть человек начинает себе объяснять многое, а если он изначально готов вот к любому труду, то для него это вот совершенно норма, что он был в начале там кладовщиков, он себя проявил, как думающий, который дает какие-то раз предложения, он пошел выше, 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 и мы вот, я не помню, чтобы нас кто-то в этом плане разочаровал, поэтому, мне кажется, вот это оправдание себя, что только по рекомендациям, только через какой-то административный ресурс можно устроиться на хорошую должность, это все вот самоуспокоение. И стереотипы. Да, и стереотипы, и родителей, которые вот насаждают это ребенку, и его самого, и тогда, понимаете, вот, что называется, крылья размах теряют, он, ну, чуть-чуть подпрыгнул, чуть-чуть взлетел, не получилось, ну, такая реальность, а чтобы добиваться дальше, идти дальше, да, падая, это вот очень мало я вот у кого встречаю такую силу духа, а она для того, чтобы ты себя реализовал, нужна обязательно. Конечно, сила духа, творческий подход и готовность работать. Александр Петрович, вот вы как прокомментируете этот момент завышенных амбиций? Ну, это от воспитания зависит, вы понимаете? То есть, вот я проведу один случай, это лет пять назад было, наши студенты, пять человек, в Якутии были на практике, причем там был большой объект, значит, и они не успевали работу, значит, сделать. Прошли канавы, надо было отобрать пробы, выпал снег. Пришел, значит, главный голод, ребята говорят, я понимаю, что в снег это проблема, но мне надо отобрать пробы. Кто вызовет? Вызовется. Все наши студенты вызвались, там были из Питера, еще тогда с этого были, со Свердловска, с Томска, сибиряки там даже были, они не пошли, а наши пошли. Понимаете? То есть, вот с низов подниматься... Мотивация была, мотивация. Ну, у нас, если старший попросил, хочешь, не хочешь, надо делать. Вот поэтому, ну, у наших тоже, ребят, сейчас есть, конечно, завышенные амбиции, это понятно, но, понимаете, вот мы в процессе обучения, у нас же практики есть, то есть, они видят, они начинают, вот как у них с грузчиков начинают, у нас тоже начинают с грузчиков, но они еще во время обучения это проходят. И у нас еще не было случая, чтобы наших студентов, не позвали на работу. То есть, 100% выпускников? После практики. Вот они прошли практику и их приглашают на работу. Понимаете, то есть, они показывают себя, что вот у них таких завышенных... Ну, правда, иногда они уходят, но они уже начинают менять места с учетом, то есть, сейчас же очень широкий выбор. Эти вот программы, которые ищут работу, они ищут, переезжают, потом кто-то хорошо устраивается, смотришь, к нему поехали, там его однокашник, потом более молодые и создаются там такие, в общем... Вот в Норильск у нас мало там приглашают на работу, но наши вот ребята, уже третий такой у нас товарищ, который седел на праг, его пригласили. Но очень многие туда просто поехали, начали с рабочих, а сейчас работают. То есть, около 30 человек, наших выпускников-геологов, на Норильском комбинате работают. То есть, вы скорее можете вселить оптимизм в нашу молодежь, сказать, что достаточно хотеть чего-то, стремиться работать и выбирать правильную... И все получается. Понимаете, очень многие работают в иностранных компаниях, особенно тот, потому что там язык немножко получше знают на территории России. Значит, есть выпускники, которые работают за границей в наших компаниях. Там тоже язык не главное, главное быть специалистом. Вот недавно приезжал, один из Африки, рассказывал, как он там работает и, в общем-то, все получается. Студенты загорелись. Граждане мира студенты. Да, да. Спасибо большое. Сегодня у нас был очень содержательный, очень вдохновляющий разговор, мне так показалось. И я надеюсь, что это вдохновит и наших телезрителей, которые смотрели, особенно молодежь. Спасибо, что пригласили, что дали возможность рассказать свое мнение. Это был «Важный вопрос». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова